Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свое новое видео. И это видео распаковка дешевой косметики с Valberis. На Valberis я искала очень бюджетную косметику, и все ссылочки на товары я оставлю внизу в описании. Но прежде чем, как мы начнем краситься, я хочу, чтобы ты подписался на мой телеграм-канал, ссылочку ты найдешь внизу в описании. Также, если ты не подписан на мой YouTube-канал, подписывайся и на него, и ставь большие пальчики вверх под это видео. Начнем с увлажнения. Я не заказывала никакой дешевый крем, чтобы не портить свою кожу, а просто нанесу свой крем. Вот такой вот. В прошлом видео про мой макияж я его показывала. Волосы я немного убрала за уши, чтобы они не мешали. А сейчас наносим крем. Лицо мы увлажнили. Теперь я буду использовать такое вот масло, тоже с Valberis, очень дешевое. Оно у меня уже есть. Ссылочку на него тоже могу оставить внизу в описании. Но я не могу сказать, что оно мне прям нравится, потому что оно не так сильно увлажняет губы, и губы быстро сохнут. Итак, переходим дальше. На Valberis я заказала вот такую вот базу под макияж трехцветную. Это не как обычная вот такая вот база, а с другим потоном уже. Открываем ее. Так, я ее открыла. Я надеюсь, что у меня лицо не станет зеленым. Если что, я буду смотреть вот сюда, потому что у меня тут стоит зеркало. Тут вот такой вот удобный дезатор. В принципе, как и у той базы, которая у меня есть. Наносим. То будем растушевывать пальчиками. Ой-ой-ой. Она точно растушуется как надо? Либо я слишком много нанесла. Ребята, это что такое? Я еще и волосы запачкала. Спасибо. Ладно, мы возьмем спонжик и будем его распределять. Ребята, это что такое? Итак, эта база мне очень выбрила лицо. У меня даже оно какое-то зеленое стало. Но я надеюсь, тональный крем это все перекроет и будет все супер. В целом все хорошо, но этой базе я поставлю 9 из 10. Далее идет вот такой вот тональный крем от Эйвилин. Я не знаю, почему заказала его, потому что он стоил где-то 300 чем-то рублей. Хотя я могла заказать кушон с Валбери, знаете, вот такой вот с Аблокада. Он стоит 100 рублей чем-то. Ну, в общем, заказала от Эйвилин попробовать. Вдруг понравится и буду им пользоваться. Не знаю, угадала ли я с оттенком. Вот сейчас и проверим. А, тут написано, встряхнуть сначала надо. Теперь открываем. Ну, не знаю, мне кажется, он какой-то темный. Хотя это 0,1 оттенок. Я заказывала 0,1. Не знаю, как он пришел. Тут не написано. Ладно, будем наносить. Посмотрим, как он в действии. Перекроет ли он мне тут мою красноту. Сейчас будем растушевывать. Берем мокрый спонжик и это все растушевываем. Я растушевала. Оттенок мне более-менее подошел. Такой, я не знаю, он не очень тут перекрыл красноту. Он не сильно плотный. Ему я могу поставить 10 из 10, потому что он мне понравился. Теперь переходим к консилеру. Угадайте, какой консилер я заказала. Вот такой вот. У меня его никогда не было. Я решила попробовать. Что это такое вообще? Все его что-то заказывали. Я его не заказывала. Давайте его откровать. Я заказала в 0 первом оттенке. Вот это консилер. Я специально заказывала светлый, потому что я люблю светлые консилеры. Кстати, он ничем не пахнет. Давайте его наносить. Я думала, он будет посветлее. Кстати, плотность, я скажу, более-менее нормальная. Опять берем спонжик и это все тушуем. Итак, консилер справился очень хорошо. Он достаточно плотный за свою цену. Я ему ставлю 10 из 10. Но, конечно, я знаю, что у него очень плохой состав. Но более-менее все выглядит хорошо. Дальше перейдем к румяну. Я заказала вот такие вот жидкие румяна. Я надеюсь, мне подойдет оттенок. Я заказывала 0,4. Итак, я распаковала румяшки. Я думаю, мне цвет подойдет. И тут дозатор такой прикольный, как на базе. И микробы не сюда не попадут. Я не знаю, он плотный или нет. Давайте его наносить. Что-то они очень яркие какие-то. Цвет какой-то очень-очень яркий. Они очень пигментированные. Ребята! Это вообще... Нет! Я не хотела такой цвет! Спасибо! И как матрешка какая-то! Еще нанос нанесла так много. Эти румяна очень пигментированные. Я их нанесла сюда, куда не надо. Поэтому сейчас консилером все перекроем. Надеюсь. Не знаю, мне что-то этот цвет не очень понравился. Ладно, я их более-менее как-то растушевала. Хотя в жизни вообще по-другому выглядят. Не как на камере. Ладно, этим румянами я поставлю 10 из 10. Но не носите так много румян, как сделала-то я. Потому что я сейчас просто вся красная. Итак, ребята. На Валперс я заказала не только косметику, но еще вот такую зимнюю обувь. Я искала очень хорошую зимнюю теплую обувь. И вот я ее нашла. Артикул на эти ботиночки вы видите на экране. А ссылочку я оставлю внизу в описании. У этого бренда представлены осенние, зимние и летние обувь для женщин. Заходите в этот магазин и выбирайте самые топовые новинки. У обуви, которую я заказала, вверх ботинок натуральная бычья замша и натуральная овечья шерсть. Эти ботинки подойдут для повседневной носки, так как подошва не скользящая. Ссылочку на магазин и на ботинки я оставлю внизу в описании. Итак, чтобы лицо не блестело, его надо заматировать. Я заказала вот такую вот пудру коллаген. Я читала, что тут есть сменный блок. Сейчас это и проверим. А, ребят, вот сменный блок. И вот сама пудра. Так, как ее открыть? Тут на кнопочку надо нажать. Тут зеркало. А тут пленочка. Вот такая вот пуховочка. Миленькая. И сама пудра. Надеюсь, она по оттеночку мне подойдет. И все будет окей. Давайте пробовать пудру, как она заматирует. И вообще хорошая ли она. Ребята, это очень непрактично. Я чуть не разбила свою новую пудру. То есть, она вот тут вообще не держится. Так что ее лучше не наклонять. Ладно, я ее и набрала. Будем что-то пытаться сделать. Ребята, извините, конечно, но я ее уронила полностью. Вот прям жестко она мне так упала. Ну, короче, она вообще непрактичная. Она хорошо заматировала. Со своим действием справилась. Но плохо прикрепили эту штуку. Она мне сразу упала. Из-за этого я снижаю 2 балла. Пудру получает 8 из 10. И не заказала себе карандаш для бровей. Но зато заказала мыло. Вот такое вот. У меня такое мыло есть только с персиком. Они вроде бы ничем не отличаются. Сейчас это и проверим. Щеточка должна быть внутри. Так, вот такое вот мыло. Вот так вот выдвигается. И вот такая щеточка в комплекте. Нам нужна водичка. Она у меня в таком флакончике. Здесь столько хватит. Набираем кисточкой. И пробуем закрепить брови. Я уложила свои брови. Мне все очень нравится. Как я люблю. Мыло ставлю 10 из 10. Итак, перейдем к хайлайтеру. У меня уже был такой хайлайтер. Он очень хороший. Мне нравится. Ссылочку на него оставлю тоже внизу в описании. Нанесем на носик. Сюда. И вот сюда вот. Вот так вот все блестит. Вообще, это не хайлайтер, а просто блестки. Но им я поставлю 10 из 10. Дальше берем керлер и забиваем ресницы. На Валберсе я заказала вот такую вот тушь. Она чем-то похожа на телескоп. Но сейчас посмотрим, похоже или нет. Ребята, она очень-очень красиво выглядит. Вообще, супер. За дизайн сразу 10 из 10. Ой, ну пахнет она вообще невкусно. Такая вот учеточка. Надеюсь, будет хорошая. Давайте уже красить ей быстро ресницы, потому что мне очень интересно, как она их накрасит. Тушь вообще супер. Мне очень понравилось. Теперь красим нижние ресницы. За свою цену тушь просто вау. Сейчас уберу, что у меня отпечаталось. Окей. Очень хорошая тушь. Она мне очень понравилась. Оставлю ей 10 из 10. Заказала я еще вот такие вот тени, блестки. Не знаю, как это назвать. Нанесем их на глаза. По-моему, о том, как это будет выглядеть. На вид просто вообще супер. Сейчас откроем. Ну, клеем пахнет. Тут сейчас на руке проверила, что они как-то не очень хорошо блестят. Ребята, я на них нагаднала. Блестей даже хорошо очень. Их еще, наверное, можно в уголок глаза нанести. Вау. Ребята, мне очень понравились эти тени. Они очень хорошо блестят. Прям супер. Ставлю 10 из 10. Последнее, что я заказала, это вот такой вот тинт от Luxe Viseach. Я его заказала, потому что он не закончился. Это мой самый любимый тинт. Но он, конечно, не самый бюджетный. Но все же. В 0,4 оттенке. Просто супер. Итак, наносим его на губы. Вот и все. Я накрасила губы. Я ему точно ставлю 10 из 10. Итак, ребята, мой макияж закончил. Он мне очень понравился. Особенно самые последние продукты, которые я наносила. Макияжу я поставлю 10 из 10. Мне прям все нравится. Обязательно пишите внизу в комментариях, как вам это видео. Понравился ли вам мой макияж, который я сделала. Ссылочки, напоминаю, будут внизу в описании на все эти продукты, которые я сегодня использовала. Итак, ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну, а я с вами буду прощаться. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok